Участие в третьей стратегической сессии приняли 50 сотрудников Тюнгу, среди которых были как представители ректората, так и их молодые коллеги. Причем работа сессии организована так, что основную ее часть занимает коллективный диалог. Это необходимо, чтобы включить сотрудников в обсуждение будущего университета. Главная же цель двухдневной сессии – определение принципов и приоритетов образовательной деятельности Тюнгу и разработка типологии образовательных процессов в УЗИ с учетом лучших мировых практик. В нашей стране сейчас сформировалась, помимо лидирующей группы ВУЗов, сформировалась целая группа ВУЗов, которые хотят стать лидирующими. Поэтому, если Тюнгенский государственный университет немножко отстанет, то вот эта вот задача в топ-50, в топ-40 станет труднее. Поэтому долго-долго нельзя. Нужно принимать какие-то решения и делать. Чтобы инновационные процессы охватили весь университет, работа велась по всем фронтам. Одни отвечали за образование и инновационную деятельность, другие – за исследование. Кому-то поручили проработать кадровые вопросы, а кто-то отвечал за технологии инноваций или место университета в инновационной экосистеме. Не забыли и про молодежь. Об инновациях можно думать по-разному. Если у вас группа кадра или группа образования, значит, что вам вопрос инноваций закрыт. Это вопрос подхода и анализа как минимум той практики, которая у вас есть. Всю первую половину дня группа управленцев искали пути решения проблем в разных областях жизни Тюменского госуниверситета. Сейчас на пленарном заседании, которое проходит прямо за моей спиной, каждая группа защищает свои тезисы и предлагает свежие идеи. Всё дело в том, что в России происходит масштабная трансформация системы высшего образования, которая призвана вывести страну в ряды мировых лидеров в области науки и прорывных технологий. Ведущие российские университеты стремятся войти в топ-100 мировых вузов, однако для этого необходимо пестовать инновационные разработки, привлекая молодых и дерзких исследователей, способных создать продукт, нужный для общества и привлекательный для инвесторов. Именно такой курс взял и Тюменский госуниверситет. Одна из задач – это сделать университет мобильным, чтобы он отвечал в самые короткие временные промежутки, тем вызовам, которые состоят, глобально, если говорить, перед человечеством. Поэтому и научная деятельность, которая порождает инновации, она тоже должна быть перестроена, и она должна отвечать потребностям рынка. Сейчас мы это все обсуждаем, я надеюсь, что конкретные шаги будут реализованы. Технологии уже скачут далеко впереди российских вузов, и нагнать их задачи в сложное, но выполнимое при грамотной стратегии. По итогам сессии будут подготовлены рекомендации для университета по формализации управленческих решений, а также сформирована план карты образовательного процесса в Кюмгу до 2018 года.